Татьяна Черемкина Татьяна Черемкина Там, где есть пациент, который выделяет микобактерии туберкулеза, то есть открытая форма туберкулеза, там, конечно, если его своевременно не изолировать, не пролечить, конечно, возникают такие вот всплески. И может быть у населения создаться ситуация, что всё-таки с туберкулезом у нас не всё хорошо. Но тем не менее, когда мы обратимся на цифры, то надо сказать, что на сегодняшний день ситуация с туберкулезом неуклонно, я бы сказал, улучшается. Есть тенденции, по крайней мере, устойчивые. Если мы в начале 2000-х годов, то есть после перестройки выявляли где-то 700, 800, даже 900 человек, то в этом году у нас выявлено чуть более 500 человек. То есть тенденции есть. И наши показатели хуже среднероссийских где-то в порядке 1,5-1,7%. То есть мы как бы уравниваемся со средними показателями России. Но что касается Сибири и Дальнего Востока, то наш курирующий институт, это Новосибирский НИИ туберкулеза, Министерство взрослых хранения России, он подводил итоги и сказал о том, что по комплексным показателям, то есть там и общая лечебная сеть, и туберкулезная служба, и система профилактики и так далее, то вот по комплексным показателям наша территория стала лучше в 2015 году. Это вот в Сибирском федеральном округе и Дальневосточном. И коль мы, если мы хотим или думаем, что все-таки у нас не совсем хорошо с туберкулезом, то все познается в сравнении. Поэтому в других территориях, особенно Дальневосточных, там ситуация действительно очень тяжелая. Но тем не менее, хочу сказать, что все-таки сдвиги там тоже происходят, не только у нас в республике. Александр Федорович, но все-таки вот это заболевание, оно уже выходит из группы заболеваний, которые подвержены определенной социальной, скажем так, группе населения. И вот это как раз вызывает очень такую большую обеспокоенность. Скажу так, что все-таки туберкулезом может заболеть каждый. И независимо от занимаемых должностей, независимо от рода работы и так далее. Но чаще всего заболевают все-таки лица, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Мы это так называем. И я думаю, наши зрители представляют, что это такое, чаще всего. И во-вторых, надо сказать о том, что так как это вот заболевание передается все-таки воздушно-капельным путем, то особый риск заболевания все-таки это относится к лицам, у которых, скажем, снижен иммунитет, плохо питаются, чаще болеют какими-то парсудными заболеваниями. Надо сказать, что во всем земном шаре в год заболевают чуть больше 9 миллионов человек. И погибают от туберкулеза чуть более 2 миллионов человек. Поэтому ведь это происходит в странах не только благополучных, но и неблагополучных. Поэтому здесь ситуация таковая, что такую вот жесткую линию нельзя провести. Каждый может заболеть этим заболеванием. К сожалению. Александр Федорович, а вот скажите, хорошо же это заболевание лечится, если вот вовремя обратиться? То есть вот каков процент летальных исходов от этого заболевания? Говоря о летальных исходах, вышло постановление правительства Российской Федерации, и это было в 2013 году, где по ряду заболеваний, в том числе от внешних причин, это автотравма, онкология, сердечно-сосудистые заболевания и так далее, туберкулез вошел в эту систему федерального мониторинга. Скажу такую цифру, что на сегодняшний день смертность от туберкулеза в нашей республике является одной из самых низких в Российской Федерации. Но тем не менее, участвуя в этом мониторинге, мы по дорожной карте, там было постановление правительства, где мы брали свои обязательства еще в 2012 году, то мы здесь идем в положительном, в плане, с опережающими темпами, где-то даже в полтора раза. Но тем не менее, правительство России и Минздрав России на этом не останавливается. Нам спускают и так называемые индикаторные показатели, то есть мы должны ежегодно снижать смертность от этого заболевания. И, к сожалению, это очень многофакторный показатель, ибо, скажем, летальные исходы сократить, существенно сократить за какие-то два года, это очень сложно, ибо здесь нужно провести не только административные поднятия ресурсов, но и финансовые ресурсы. Очень много нужно провести организационных мероприятий. Скажу, что мы эти индикаторы пока выполняем, но выполняем их с очень большим трудом. Александр Федорович, действительно, вот и все зависит от того, на какой стадии выявлено это заболевание. Вот сейчас появились ли какие-то новые технологии выявления туберкулеза? Да, да, появились, и надо сказать, что это мировые инновационные технологии. И скажу, что вот наш центр по существу больного или пациента с подозрением на туберкулез, мы можем поставить диагноз практически даже за два часа. Тогда как в предыдущие или более далекие годы, даже в перестроечные годы, на это мы тратили три месяца. Сейчас мы имеем такие высокие технологии, как молекулярно-генетическими методами мы пользуемся. Мы пользуемся так называемыми золотыми стандартами. И это тоже требует определенных финансовых вливаний, усилий и, самое главное, подготовки кадров. Все это проводится в совокупности подготовки кадров. Мы это проводим, мы закладываем достаточно много средств на обучение нашего персонала. И то, что мы на сегодняшний день, наш центр имеет такие технологии, это является одним из лучших на Дальнем Востоке. Поэтому пациенты наши не должны переживать. И я всегда говорю, и мы теперь всем говорим, как только пациент вовремя попадет в наши руки, исход благоприятный. Если же пациент, конечно, теряется, избегает, есть, к сожалению, такие, да, их, к сожалению, даже называют умышленно уклоняющимися. Но не скажу, что это вот люди как-то умышленно уклоняются. Видимо, есть какие-то другие заботы, другие жизненные ситуации. Вот на этих лицах, которые вот запускают заболевание, скажем, в течение года-полутора лет, бывает и такое. Отрываются, уезжают, мигрируют. Вот для них эта ситуация тогда может стать катастрофической. Если же пациент к нам приходит в первый месяц, то исход, как правило, бывает благоприятный. И скажу, что воспользуюсь случаем, что мы излечиваем на сегодняшний день 80% пациентов, которые к нам обратились. Это достаточно хороший показатель. А принудительного лечения нет, да, сейчас? Федеральный закон предусматривает принудительное лечение. И у нас давным-давно введено в практику, когда главный врач, пусть даже районного диспансера, наших диспансеров, мы обращаемся в судебные органы. Судебные органы достаточно эффективно и быстро рассматривают эти вот заявления. Вот скажу, что вот более 80% заявлений всех наших, они удовлетворяются, чтобы больной, значит, принудительно должен быть госпитализирован. И вот в этом междометии между судебными решениями и доставкой пациента пока есть у нас сложности. Но тем не менее, мы об этом знаем, поднимаем все межведомственные наши мероприятия. Это система ФСИН, где проходит пациент наказание, да, которые получили решением также суда. И самое важное, что вот мы в год таких заявлений подаем порядка 60-64. То есть это общеизвестная практика. Александр Федорович, вот в вашей организации есть научный отдел. Скажите, вот по каким направлениям ведется исследовательская работа в этом отделе? Начну с того, что мы стали правоприемниками тогда очень известного научного учреждения, как ЕНИД. Все, наверное, наши зрители это помнят. Якутский научно-исследовательский институт тюберкулеза. Он претерпел ряд реорганизаций в сфере науки, в сфере подчиненности и так далее. Но тем не менее, нам удалось сохранить вот этот вот наш научный потенциал. Сегодня у нас в штате работает 7 докторов наук, причем и по рентгенологии, по иммунологии, по хирургии, по фтизиатрии. Сейчас ожидаем по организации здравоохранения научную степень. Поэтому в этом плане у нас, несмотря на то, что мы имеем только лишь подчинение Министерству здравоохранения, да, у нас эта работа ведется. И самое важное, сейчас все научные исследования подчинены именно практическому здравоохранению, того, чего может быть нет в некоторых фундаментальных институтах. И в этом плане скажу, что мы являемся давно уже не новичками во всемирных конгрессах, и в европейских конгрессах. И наши, скажем так, специалисты туда выезжают не в качестве слушателей, а мы туда ездим исключительно по приглашению в качестве выступающих. И в этом плане очень много интересов вызывают наши такие исследования, как, допустим, генетическую принадлежность микобактерий туберкулеза. Ведь мы недавно озвучили, что наши микобактерии туберкулеза очень родственны к аборигенному населению Аляски, Канады. И надо понимать, что именно вот такие фундаментальные исследования нам полагают делать вот именно такие выводы. Это все, конечно, дается таким сложным и межкомплексным взаимодействием. Ну и очень коротко, в самом конце, вот на Ваш взгляд, какие меры необходимо еще предпринимать для того, чтобы все-таки улучшать ситуацию с этим заболеванием в республике? Да и вообще? Во-первых, нужно вводить новые организационные формы. И одним из таких новых организационных форм это является участие в федеральных трансферах, федеральных субсидиях, республиканских программах. И я скажу, что мы в прошлом году привлекли для нашего учреждения более 230 миллионов в виде лекарственных препаратов, в виде оборудования – это один момент. Второе – мы открыты для международного сообщества. Мы работаем в Северном форуме, и благодаря нашим работам у нас появилось там в Северном форуме одно направление – это вот мониторинг инфекционных заболеваний, по крайней мере, на сегодняшний день по туберкулезу. А что же касается коренного перелома, то я уже об этом с высокой трибуны говорил и в общественных слушаниях. Все-таки нужно нам стремиться к тому, что вот лиц, которые умышленно уклоняются от лечения, их не только занимаются принудительным приводом на лечение, но для них и предусмотреть другие виды ответственности. Например, мы же знаем, что если человек умышленно заражает здорового человека с ПИДом… Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии был директор научно-практического центра фтезиатрии, а главный внештатный фтезиатор Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Александр Федорович Кравченко. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.